Приветствую вас! Если вы хотите вернуть своего молодого человека, то, ну, любимого, то две вещи, которые необходимо вам обязательно разобрать. Вот прямо в обязательном порядке необходимо это разобрать. Две вещи. Первое. Для чего вы хотите его вернуть? Почему вы хотите его вернуть? И второе. Второе. Это по какой причине вы сейчас не вместе с ним? То есть вот он любимый, он ваш любимый, у вас вроде как всё хорошо, ну, по идее, да? По идее у вас всё здорово, но вы не вместе. То есть значит вы расстались, получается, получается вы расстались, и если вы расстались, то у этого есть, вероятно, какие-то свои причины. И вот именно об этих причинах и нужно в первую очередь разговаривать. Да? Ох. Теперь я предлагаю немножечко подробнее пройтись по тем моментам, которые я уже озвучил. Дело в том, что вернуть молодого человека, да, его к вам можно только в том случае, если вы хотите это сделать для него. То есть только в том случае, если вы хотите вернуть своего молодого человека, потому что ему так будет лучше, и у вас есть все основания полагать, что без вас ему плохо, без вас ему хуже. Только в этом случае вы можете хотеть его вернуть. А в остальном же, в остальных случаях, вы возвращаете его, к сожалению, не для него, а для себя. То есть вы хотите его вернуть для себя. Это уже не действие любящего человека, а это действие уже, скорее, человека, который хочет быть любимым. Это все-таки немножко разные вещи. Да? Тот, кто хочет быть любимым, решает свои проблемы за счет другого. Тот, кто любит, он делает что-то для другого человека, а свои проблемы за счет него не решает. Поэтому здесь я рекомендую вам, я рекомендую вам же быть максимально честным с собой, потому что от того, насколько вы честны с собой, зависит по сути, вся ваша дальнейшая деятельность по, значит, возвращению молодого человека к вам, да? Вот. И я полагаю, что если это поисследовать, то мотивации возвращать любимого будет гораздо меньше, потому что, ну, просто логика здесь подсказывает, что если мужчина ушел, да, если любимый человек ушел, что, может быть, он и не такой любимый, или, может быть, а, как бы, ну, может, может быть, вы любите, вы его, может быть, только любите. То есть он-то вас не очень любит или не так любит. Понимаете? То есть при возвращении любимого человека очень важен уровень сверхмотивации. Если уровень сверхмотивации высок, есть большая вероятность того, что вы его не вернете. Только по этой причине, что сверхмотивация высокая. Вот. Хорошо. Дальше идем. Следующий момент. Это причины, по которым вы расстались. Тоже очень важный элемент, без которого нельзя ни в коем случае пытаться вернуть молодого человека. Начать, пожалуй, здесь стоит с того, что вы несете 50% ответственности за то, что вы с молодым человеком расстались. Ну, за редким исключением, очень редким исключением, вы несете 50% ответственности за то, что вы не вместе. И, соответственно, вам нужна эта самая ответственность для себя как-то определить. То есть, что я делал, сделал, точнее, что я сделала, что привело к тому, что вот мой любимый человек от меня ушел. И понимаю ли я, что сделала, понимаю ли я, что я сделала и понимаю ли я, что мне нужно для того, чтобы этого больше не повторялось. Да? Вот. Если вы таких выводов не сделаете, если вы не выработаете для себя определенное решение, не скорректируете свое поведение, а просто будете надеяться, что вот в следующий раз этого не случится. То возвращать молодого человека смысла нет, потому что, скорее всего, он вновь уйдет, и именно потому, что вы ничего не исправили. То есть, говоря другими словами, если вы хотите вернуть своего молодого человека, то нужно к чему-то прийти, чтобы каждый из вас признал наличие своих ошибок. Каждый. И только тогда можно отношения ваши как-то вот восстановить. Вот. Ну и совершенно очевидно, что необходимо для этого и желание самого человека. Если вы задали свой вопрос в раздел эзотерика, то есть, хотите просто, чтобы вам там сделали, например, приворот или предсказали будущее, то я рекомендую вам переместить свой вопрос в раздел эзотерика. Причем, заметьте, переместить, а не создать новый. То есть, спросить модераторов перенести ваши вопросы в соответствующую категорию, потому что в каждой категории есть свои эксперты. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok